Продолжение следует... Мы говорили про его энергию, про его самоотдачу невероятную. Это я, конечно, всему этому свидетель. Свидетель ежедневный на протяжении почти 15 лет, как он пытался реализовывать все, что в нем было. Причем мы с ним были в этом принципиальными оппонентами. Мы с ним начали бы сначала спорить, потом спорили больше, все равно мирились мы оба, отходчивые. А смысл я сегодня только сформулировал. Вот его попытка идти к людям с выставками, вкладываться в них буквально материально, деньгами, меня каждый раз наоборот отторгало от этого. И я пришел к конечному своему сегодняшнему положению, что я принципиально отказался делать выставки. Просто принципиально. Потому что, глядя на Геннадия Павловича, как он бьется и пытается, я видел полное отсутствие, полное равнодушие к нему со стороны Союза, наших властей, нашего Минкульта. И я тогда определил два пути для художника в этом мире. Это путь художника-гражданина, который идет к людям, идет на площадь, выносит им все, что он сделал, все, что он хочет им сказать. И есть путь монаха в келье, который молится своему богу и боится и не хочет свое детище, вот будучи беременным, показать толпе. Вот я пошел по второму пути, говорили. При этом я его и любого художника, который делает выставку, я прекрасно понимаю. Это нормальный совершенно ход и путь, и выход. С другой стороны, я понимаю и позицию человека, который, ну, ту, которую я назвал вторую. Что у нас произошло? И я так понял сегодня, что мы с Геннадием Павловичем оказались двумя контрастными, противоположными примерами Министерства культуры и всех, кто отвечает и обязан отвечать за культуру в городе. Что к моему случаю, что к его случаю. То есть, иначе говоря, как он не бился, как он не пытался себя показать, как он не пытался реализовывать, вокруг себя собирать людей, нулевой результат. И я, спрятавшись в своей мастерской рядом по соседству, тот же самый нулевой результат. И поэтому, ну, по крайней мере, может быть, я эту энергию, которую он выплескивал, я, может быть, ее где-то сохранил в себе. Ну, хорошо ли, что я ее сохранил, не знаю. Даст ли она мне дольше жить, не знаю. Выразится ли она большее что-то в творчестве, я тоже не знаю. Но так или иначе, я когда сейчас смотрю на любого артиста, музыканта в драмтеатре, в мускомедии, любого пианиста, любого аккордеониста, старше 50 лет, я вижу приписочку. Заслуженный артист республики. У нас в Союзе очень странная ситуация, в Союзе художников. У нас страшная ревность и жадность по отношению к талантливым людям. У нас принципиально не дают эти звания. У нас находят способ, чтобы не дать это звание. У нас за последние годы таких почти и нет. Я вот привел пример мамы Александра Шпирко. Ведь куда более великая художница была, ушла незаслуженным художником России. Взять того же Трубцова, незаслуженный художник России. А я сейчас подумал про Геннадия Павловича. Вот кто, как не он, должен был иметь это звание вообще? Ну, разве он не заслужил это звание педагогикой, своими выставками, своей работой? Вот. И ноль. Поэтому у меня тост не тост, но вот эта мысль, которая сегодня родилась, вот слушая все это и анализируя как бы вот его, его творческий путь и себя рядом с ними. Вот я сейчас это высказал. Мне очень обидно, и я считаю, что вот он был по-настоящему художником.